Отправила в догляду за новонародженными до тлумачения правов женщины у семьи. На Гомельщине протягиваются мероприемства с нагодой «Тый дня мать». Сегодня в областном драматическом театре по инициативе регионального объединения Белорусского союза женщин отбылась вельми корыстная акция. Тут на протягу двух годин бесплатная консультация оказывали медики, юристы, представники Центра социального обслуговывания насельства. По дровязности у Марины Джалой. Коли Светлана Костюшенко довидалась об акции, одразу вырошила прийти. Литерально, что день у жити заявляется питание, вырошение, яких откладывается на поты. А тут такая добрая махчимость за полгодины проконсультоваться с розными специалистами, экономя часу и грошей. Узнать о себе побольше. Вот я узнала свое давление, свой вес, дали рекомендации. Ну, поинтересоваться своим здоровьем. Как здоровье? Замечательно. Буду долго жить. Побольше стилизованный спавивальный столик. Тут медицинские работники глумачат, як правильно лечить вочки новонародженных, як спавивать немаулят. Смачиваем ватный шарик теплым фарацелином или теплой водичкой. Кипяченой теплой водичкой, так. И вытираем от наружного края к внутреннему, так. И сбрасываем. Затем берем второй ватный шарик, тоже смачиваем и от наружного края к внутреннему, так. Если остается водичка или фарацелин, мы удаляем сухим уже ватным шариком, так. А затем берем сухой ватный шарик, набираем капли, которые доктор ему выписал, так. Ребром ладони мы держим лобик, потому что ребенок наш подвижный, так. И оттягиваем именно нижнее веко слегка и ближе к внутреннему краю, не дотрагиваясь, так. На весу. Одну или две капельки. И затем отпускаем. Если остается, мы удаляем. Девчины, которые смотрят за процессом, сгаджаются. То, что на первый взгляд, сдается очень простым, имеет свои тонкости, которым нужно учиться. У меня еще нет детей. Я сама медицинский работник, медсестра. И мне эта информация очень полезна. У фае старшиня Гомельской областной нотариальной палаты Маргариты Жорова рассказывает присутным, как правильно будовать односину в семье и как женщина может застираться себе при развитии с мужчиной. Например, можно задуматься об складании шлюбного договора. Такие документы гаранты обеспеки. И с каждым годом пары заключают их. Усё частей. Как часто создаются брачные договоры сейчас? А вот вам хочу сказать, что в прошлом году у нас было 357 брачных договоров заключено именно в Гомельской области, во всей. Но если учесть, что его ввели в 1999 году, а в 2006 было только 6 брачных договоров. То есть есть прирост. Но наша ментальность такова, что мы пока стесняемся сказать друг другу, а давай заключим договор. А это совершенно не обидно. Это на укрепление семьи направлено. Так что давайте, дерзайте. Об семейных конфликтах, у которых покутают дети и женщины, расповедают психологи Центра социального обслугования насильництва. Например, каждый месяц, когда 20 человек звертаются, до их со скаргами на насилие. Физичное альбо психологичное. Специалисты рают. Не треба молчать и терпеть. К сожалению, случаются такие ситуации, когда люди оказываются один на один со своей проблемой. И не знают, куда обратиться за помощью. К таким ситуациям оказывается проблема домашнего насилия в том числе. Мы подготовили информацию, куда человек может обратиться, телефоны горячих линей. Также у нас есть небольшой социальный опросничек, который человек может пройти для себя и для себя понять, подвергается ли нам насилие в семье или нет. За несколько дней, обвешанных тыдням мать, региональный союз женщин проведет на Гомельщине свыше сотни мероприемств. Проводим для наших женщин различного возраста и по различным аспектам. Мы хотим, чтобы они сегодня получили максимальные ответы, хорошие ответы на все их жизненные потребности и вопросы, которые у них возникают. День мати 14-го кастричника будет наполненный цикавыми и крональными мероприемствами. В этот день каждая женщина, чекая почуть от своих детей самые головные слова. Мама, я тебя люблю.